Зайца Пашиняна, почему Затулину запретили въезд в Армению решение о том, что Константин Затулин, нежелательное лицо в Армении, выглядит настолько нелепо и глупо, что многие недоумевают о его причинах. Кстати, также нелепо и глупо выглядит обоснование этого решения, дескать, виной всему некие оценочные суждения Затулина против армянских властей. Дескать, именно поэтому Затулину в Армению нельзя, а вот Карачонкам, Марковым, Шевчонкам и сидящим на западной игле армянским блогерам можно от этого удовлетворенно ухмыляться. Полагаем, оценочные суждения играют вторичную роль, иначе большей части гражданского договора можно было бы запретить въезд в Россию за их оценочные суждения. На самом деле, Затулину, который давно уже внесен в черный список Баку как проармянский политик, запрет на въезд в Армению выглядит глупо и нелепо только с точки зрения нормальной человеческой логики, неотягощенной фобиями, взятыми обязательствами и чрезмерными амбициями. Если же посмотреть на решение Еревана с точки зрения приклеенного к креслу премьера Гэна Пашиняна, все, по крайней мере, объяснимо, во-первых, Ильхам Алиев. Как не раз уже говорилось, Пашинян покорно обслуживает запросы Алиева. Говорится, не ради красного словца. Нынешнее решение из этой серии. Что предшествовал запрету Затулину на въезд в Армению? Гневная нота МИД Азербайджана Москве по поводу некоторых передач на российском телевидении, где Алиев усмотрел антиазербайджанскую позицию, мог ли в связи с этой нотой Алиев рассчитывать на больший подарок, чем запрет на въезд в Армению политика, которого в Азербайджане считают врагом своего государства. В том числе и потому, что именно Затулин зачастую являлся главным героем передач, вызывающих недовольство Баку. Многие обратили внимание на эту синхронность решения Пашиняна в ответ на ноту Москве со стороны МИД Азербайджана. Но не только это. В эти же дни было и заявление МИД Азербайджана, в котором Армения обвинялась в установке мин на территории Азербайджана. По-видимому, вкупе с постоянными обвинениями Минобороны Азербайджана, что армянские военные, якобы обстреливают их позиции, Пашинян расценил это как угрозу новой агрессии. Тем более, что в Баку действительно есть такая практика, перед важными переговорами между Ереваном и Баку устраивать военные провокации, чтобы потом иметь возможности для шантажа угрозой новой эскалации в случае неудовлетворения азербайджанских требований. Так что решение о запрете Затулину на въезд в Армению было не только синхронным ответом на претензии Баку российским телеканалам, но и шагом, призванному милостивить Алиева в преддверии очередного раунда переговоров, которые анонсировала Москва и которых так опасается Пашинян. Кстати, это не первый случай, когда Пашинян действует таким образом. Можно вспомнить отставку министра обороны Аршака Карапетяна, которая последовала после недовольства выраженного Баку посещением Карапетяна Арцаха. Для Пашиняна также важно, чтобы Баку не начал очередную агрессию именно в эту неделю еще по одной причине — всемирный армянский саммит. Широко разрекламированное властями мероприятие, на котором Пашинян намерен устроить свой очередной бенефис. Не без оснований, поскольку на саммит приглашены лояльные к Пашиняну деятели диаспоры. И именно в силу своей нелояльности в мероприятии не примет участия ни армянская церковь в лиц двух католикосов, ни крупнейшая партия диаспоры, Арвдашнак Цютюн, ни союз армян России. Не будет и экс-президентов Армении и Арцаха, то есть на самом деле никакой это не всемирный армянский саммит, а мероприятие сторонников Пашиняна из диаспоры. Именно поэтому организаторы мероприятия рассылали приглашение не организациям, как традиционно бывало прежде при организации подобных форумов, а конкретным лицам. Конечно, это будет очередной бла-бла-бла команды Пашиняна, но то, что его команда умеет пиарить, известно. И вот, понятно, какой был бы удар для Пашиняна, если бы во время саммита его участники узнали, что Азербайджан затеял очередную агрессивную вылазку. Как бы пострадал от этого имидж всеармянского премьера. Все его бла-бла-бла пошли бы на смарку перед фактом того, что он по-прежнему не способен обеспечивать безопасность своей страны и ее граждан. Ну и наконец, одним выстрелом в затуле на Пашинян убил еще одного заяца. В дни шоу Всемирного армянского саммита 28-29 октября в Ереване намечалось и проведение очередного круглого стола Лазаревского клуба, в котором традиционно принимают участие ведущие российские политики, эксперты, общественники, журналисты. Приглашаются и официальные лица Еревана, но вряд ли они бы пришли, так как в отличие от всеармянского саммита, им бы пришлось услышать нелицеприятные оценки ситуации в Армении и ответственности за это. Команда Пашиняна. Можно не сомневаться. И эти нелицеприятные оценки очень бы отравили дружное бросание вверх чепчиков в честь Пашиняна участников Всемирного армянского саммита, иначе как в кавычках название этого мероприятия обозначать. Невозможно. Сейчас же, когда главный организатор очередного заседания Лазаревского клуба лишен права на въезд в Армению, заседание клуба под вопросом, и вообще, надо отдать должное великодушию Пашиняна. Мог ведь поступить иначе, дождаться начала заседания и арестовать всех участников за их ранее сделанные оценочные суждения. Мутить, так мутить. Перес. Конечно, большой вопрос, кто, как, и на основании чего имеет право от имени парламента Армении разрешать или запрещать въезд в Армению.